Школа мастеров Здравствуйте! В эфире телекомпания Салават и программа Школа мастеров. Впереди самый женственный праздник – день 8 марта. И каждый думает, чем же удивить и порадовать своих любимых. Сегодня у нас в гостях Светлана Романюк. И она расскажет нам, как сделать простой и интересный подарок своим бабушкам и мамам. Здравствуйте, Светлана! Здравствуйте, Светлана! Ну, расскажите, чем вы сегодня нас порадуете? Вы уже у нас не в первый раз. Чем будем удивлять телезрителей? Удивлять будем. Я решила сделать подушку. Но она, конечно, не совсем такая простая, но она будет очень красивая и интересная. Это будет подушка. Это вот наволочка, да? Да, вот такая вот подушка. Лоскутная техника, пэтчворк. И такой данный рисунок называется витраж. Витражами обычно украшают, что окна, двери, стекла. А у нас будет витраж на подушке. Это будет очень красиво. Вот таким образом. Приступим? Да. Давайте. С чего начать? Я так понимаю, я сегодня у вас буду неким помогатором, потому что машинка швейная одна. Давайте, с чего нужно начать? С швейной одна. Нам нужна ткань. В принципе, ткани получится много нужно. Здесь работа многослойная и разных цветов. Цвета тканей можно подобрать, чтобы они подходили по стилю, может быть, к интерьеру. У меня лично есть вот такая ткань. Я купила себе специально, чтобы шить лоскутное одеяло. Очень хочется украсить свою спальню вот таким вот лоскутным покрывалом. Ткань уже продавалась, подобранная по цветам. И получится, что выбирать, подбирать слишком много не придется. Все уже готово. Нужно только порезать на квадраты. Квадраты уже очерчены, все полностью. Вы тоже это уже подготовили. Да, я это уже вам приготовила. Скажите, какая нужна ткань? ХБ? Хлопок, шелк, атлас. Ну, у кого насколько хватит фантазии, у кого насколько хватит терпения. Потому что если шелк брать, он получится скользкий, придется очень постараться. За один день такую работу не сделать. Придется поработать дня два. Сначала мы все приготовляем. Ткань мы порезали вот на такие вот квадраты. Они все одинаковые ширины. Если будет ткань не квадратиками, то примерные размеры какие нужны? Размер можно рассчитать как? В зависимости от той подушки, на которую будет эта наволочка. Поскольку здесь идут квадраты, то мы сначала берем подушку, измеряем ширину, длину и делим ее на четыре части. Ну, как, на четыре квадрата. Вот они получаются вот такими вот квадратами. Вот так вот мы порезали. Небольшой лоскуточек, кусочек синтепона, для того, чтобы сделать прокладку. Вот так вот, мягкую сторону, чтобы она немножко объемная была. А так будет более симпатично. Но если вам не хочется, дело хозяйское, как говорится. Вот это приготовлено. Все лоскуты я порезала и приготовила. Поскольку здесь будет открывающаяся часть, мы сделаем здесь такой цветочек, чтобы когда откроешь, его было видно. Нам понадобится немного булавок, чтобы прикрепить, чтобы они не ездили и лежали красиво. Половиночку мы подвигаем чуть-чуть, чтобы было миллиметр. Потому что нам придется ее вывернуть, и когда вывернется, она получится, что скрыта краем сгиба. Правильно. Так, теперь, чтобы это все закрепить, мы немножечко прикрепим. Руками такую подушку не сошьешь? Обязательно нужна машина? Нет, машина обязательно нужна. Руками будете шить до следующего Нового года. Потому что очень много получится. Обрезаем сразу. Закрепляем шаг вперед, шаг назад. И получается, что держится крепко. И обрезаем ниточку. У нас получилась такая история. Теперь это сюда подальше. Нужно загнуть, чтобы получились такие вот, как будто бы лепесточки. Загибаем побольше, чтобы нижний цветок, который у нас есть, в самом первом слое, чтобы он открылся, и его было видно. Это будет красиво. Так, мы прикрепили специально, чтобы у нас не уехало. И немножечко мы прицепим ниточкой. Потому что, когда будем зашивать на машине, прошивать, иголочка будет мешать. Еще можно ударить по иголке иголкой, и получится, что нет иголки. Так. Ну и вообще будет, когда аккуратно делается, то оно смотрится потом в итоге, будет очень красивая вещь. Можно по краю по самому прошить, можно чуть-чуть пришить. Сами придумали такую технику? У нас такая есть великая сила, интернет. Интернет. Там идеи, вдохновляешься, иной раз просто сидишь, рассматриваешь, и в конце концов, иногда попадается такая вещь, которую хочется сделать. Так, вот таким образом у нас получилось. И с этой стороны так же надо будет? С этой стороны у нас будет потом. Нам нужно будет положить в середину нашу красивую с розочками кусочек ткани. И здесь уже будет потом вот так вот открыто. Вот таким образом. Так. Теперь я приготовила заранее вот такие вот у меня четыре фрагмента. Поскольку здесь у нас полосочки, нам нужно построить так, чтобы все смотрело красиво и в одну сторону. Будет вот таким образом. Красота неземная называется. Теперь сюда. Здесь получается шов. Нужно будет заутюжить. Расправить. Да, расправить обязательно, чтобы получилось красиво. Иначе будет толсто. Топорщица будет. Да. Поэтому здесь вот на лицевую сторону немножко синтепона, чтобы помягче было. Мало ли, кто-то захочет полежать на ней, поспать. Расправляем на две стороны и смотрим, чтобы нижняя тоже была расправлена. Иначе нехорошо придется пороть. Чего бы не хотелось. Это получается у нас вот эта внешняя сторона. Да, это получается лицо. Это внутреннее. Вот то, что мы сделали с швом зигзага, оно теперь аккуратно и не расползаются ниточки. Такую подушку можно сделать и большого размера, и можно сделать вообще маленькую. Будет у вас игольница. Даже маленький такой квадратик 10 сантиметров. Придется, конечно, чуточку побольше сил потратить, потому что мелкие детали с ними сложнее работать. Да, немножечко... Конечно. Мелочь она такая, путается всегда. А большие детали, они как-то попроще шьются. Нам нужно прострочить вот эти отогнутые концы, чтобы закрыть это все и чтобы все держалось. Стараемся поставить иголку в самый краешек. И теперь нам нужно прошить по этому краю и закрепить, чтобы вот здесь немножко отгибалось. так, ну что? Давайте? Давай. Сейчас, сейчас. Тихонечко. Да. 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 Вот такая история. Лицевая сторона у нас готова. Лицо у нас есть. Получилась вот такая подушечка. Я приготовила специально заднюю часть у подушки. Из такой же ткани выкроила маленькие квадраты, но я их собрала в такой четырехугольник. И замочек. Да, обязательно замок, чтобы было удобно и легко. Как раз она у меня по размеру. Так. Теперь полочка. Сейчас мы ее прицепим, чтобы она не уехала от края. Вот у нас края сделаны зигзагом, поэтому теперь не рассыплется и будет все очень хорошо. Поехали. Правильно я понимаю, ее можно набить как синтепоном, так и вставить готовую уже подушечку, да? Да, у меня есть вот две таких подушки. Это вам. Сейчас надо поставить. Вот как-то так. Теперь можно и подушками поиграть, подраться. Такой подушкой подраться очень даже будет приятно. некоторое время спустя у нас получилась вот такая замечательная подушка, которой можно порадовать своих родных и близких мам, бабушек, сестер. Не скажу, что было просто, но если приложить немножко времени и сил, и энергии, то у вас все обязательно получится. С наступающими праздниками! А я напоминаю, что у нас в гостях была Светлана Романюк. Светлана, спасибо вам большое за интересный мастер-класс. Будем ждать вас снова. До свидания. Обязательно что-нибудь еще придумаем интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова